Надеюсь, что все хорошо. Сейчас надо, видимо, подождать, когда, может быть, кто-то появится и даст сигнал, что все слышно. Всегда боязнь проблемы интернета, она страшная. Есть ли связь, связь ли существует и так далее. Ну, по крайней мере, можно поговорить о том, о чем мы сегодня... Продолжение следует... О, приключение доступно. Итак, еще раз. Добрый день. Время нашего урока. И сегодня, конечно же, я буду основываться на недельной главе. В эту субботу мы читаем главу в АЁЦ. История Якова. Но, собственно, речь будет не о недельной главе. Недельная глава просто повод. А речь будет идти о другом. Сейчас я объясню, о чем хочу поговорить сегодня. Наша глава повествует о том, как Яков покидает отчий дом, отправляется к Лавану. И дальше история женитьбы Якова. У него появляются две жены и две наложницы. Ну, вы это все прочитаете. В недельной главе. Жены Лея и Рахель. Наложницы Билга и Зилба. Вот, вот появляются первые люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день из Кишинева. Замечательно. Кишинев, родина. Здравствуйте. Значит, если кому-то будет плохо слышно, вы мне сразу говорите. Там, плохо слышно. Ну, напишите, плохо слышно. Или напишите, хорошо слышно. Ну, я надеюсь, что вот при помощи этого наушника будет хорошо слышно. И так я повторяю. Значит, акцент в этой главе делается на том, что создается семья. Семья. У Якова появляются две жены, две наложницы и рождаются ни много ни мало 13 детей. От четырех женщин 13 детей. Из них 12 мальчиков и одна девочка. Вот эти вот 12 мальчиков, это и есть основа будущего еврейского народа. То, что мы называем 12 колен израилевых. От каждого сына по колену. Род 12 родов израилевых. Об этом будет сегодня идти, об этом идет речь в нашей недельной главе. Ну, и то, что для меня очень важно, то, что, в общем-то, все строится вокруг того, что этим миром, который сейчас создается, в общем-то, управляют женщины. То есть, у мужчин есть иллюзия управления. То есть, у мужчин есть ощущение того, что они правят этим миром. На самом деле, судя по рассказу недельной главы, нет, этим миром правит женщина. Женщины рожают детей, женщины дают им имена. И вот эти вот имена, они очень и очень важны. Имя вообще важно для человека. Имя – это сущность, да? И поэтому с именем нужно вести себя всегда очень аккуратно и осторожно. И это очень важно, какие имена получают вот эти вот дети, будущие колено Израиля. Мы не будем разбирать все имена. Остановлюсь только на двух первенцах. Первенец у Леи был Ре-У-Вен. Ре-У-Вен. Увидела я сына Ре-У-Лерот-Бен. Увидела сына. То есть, вот, увиделся мне сын Ре-У-Вен. Это первенец, первый сын Леи. И первый сын Рахели – это Юсеф. Вообще-то, он на самом-то деле одиннадцатый сын, предпоследний сын. Но он у Леи был первым. Значит, вот два первенца. Первенец Леи и первенец Рахели. Но с первенцем Леи происходит история в дальнейшем. Она будет рассказана. Вот история, когда умирает Рахель, и Яков остается в палатке своей наложницы, то есть, в палатке служанки Рахели. У Рахели была служанка Билга, и Яков остается там. И тогда вот Ре-У-Вен приходит и выносит кровать своего отца и переносит ее, вернее, из палатки служанки в палатку своей матери. Матери, то есть, Леи. И этот проступок по существу, ну, вот, де-факто. Де-Юро, он остается первенцем, а де-факто его лишает первенства. Ну, а дальше, значит, если так, то первенство переходит к следующему ребенку. Следующий ребенок был Шимон. Но история у города Шхема, которую, а в дальнейшем мы будем читать, история с Диной у города Шхема, в которой главную роль принимали Шимон и Леви. Шимон второй сын, Леви третий сын. И вот они, по существу, уничтожают жителей города Шхема. И из-за этого проступка и они лишаются первородства. То есть, когда мы говорим первородство, мы должны понимать одну очень важную вещь. Первенец, он получает двойную норму наследства, он у наследует двойную часть, и он, по существу, является священником. Ведь все первенцы до греха Золотого Тельца, все первенцы являлись священниками. Это называется Коганим у нас. И только после греха Золотого Тельца это переходит от первенцев к колену Леви, а потом к семейству Аарона Коганим. Но до этого все первенцы были священниками. Поэтому получается так, что Раувен по существу лишается своего первородства, Шимон из-за города Шхема и также Илеви лишается своего первородства. И получается, что только четвертый сын Леи, он и является, ну, как бы вот, ему достается это первородство. И он у наследует, видимо, и двойную порцию, потому что, да, у него в дальнейшем... И на самом деле не он у наследует, потому что он у наследует двойную порцию сыновья Иосефа. Иосефа, знаете, наверное, Яков, поскольку его любимая жена была Рахель, и он собирался, собственно, вот, жениться на Рахеле, если бы не обман Лавана, то он бы женился бы только на одной Рахеле, но тут появляется Лея. И, по существу, видимо, внутри Яков всю жизнь считал, что именно Иосеф, первенец Рахели, он и есть его первенец. И два сына Иосефа, именно они получают двойную порцию. То есть двойную порцию, двойной размер наследия достается именно Иосефу, да? Минаше и Фраим, два сына Иосефа, они именно приобретают два на дело. Ну, а Леви, как вы знаете, решается на дело совершенно. Таким образом, если мы говорим о первенцах, то есть о коме я хотел сегодня говорить, я говорю о двух наших праотцах, о двух коленах, родоначальник колена Иуды, Иуда, и родоначальник колена Иосефа, Иосеф и Иуда, два человека. Почему о них речь идет? Дело в том, что в нашей религии есть учение о Машеахе. Машеах – это помазанник, Машеах. В христианство потом это перейдет как спаситель. Но в Машеах, если точно говорить, это помазанник. У нас были люди, которых помазали. То есть кто является помазанником? Во-первых, священники являются помазанниками. Коганим их помазали. Помазали – это значит елеем, оливковым маслом определенным образом возливают на человека, на голову оливковое масло, и тем самым он посвящается. Так вот, Коганим – священники, были посвящены при помощи помазания, и цари. Цари были помазанники. Так вот, когда говорим Машеах – помазанник, мы имеем в виду, конечно, царскую власть. И в иудаизме вообще-то считается, что Леум – это принадлежность к народу, и Малхуд – царство, власть. Это очень близкие понятия. То есть, что именно царская власть – власть. Она и определяет суть и характер народа. Поэтому, видимо, Машеах – помазанник, царь очень важен. Он воплощает в себе суть народную. И у нас, как известно, цари из колена Иуды, из семьи, из рода Давида, и они являются помазанниками. Хотя, первый царь был из рода Бениамина. Первый царь, Шауль, он был из рода Бениамина, но это совершенно другая история. О ней мы сегодня не говорим. Итак, я говорю о двух первенцах – о Иуде и о Есефе. Почему? Это связано с понятием Машеах – помазанник. В нашей религии это понятие означает то, что наступит когда-то эпоха, эпоха Машеаха, когда Машеах придет, когда он проявится, и тогда, видимо, наступят последние времена, мир будет исправлен, и наступит вот эта самая эпоха Машеаха, эпоха Помазанника, эпоха Спасителя, когда, видимо, жизнь станет совершенно прекрасной, замечательной. Естественно, вот такая теория получила свое мощное развитие после, по существу, первого изгнания. Когда разрушается первый храм, мы говорим о VI веке до н.э., и происходит изгнание в Вавилон, вот тогда активно начинает развиваться вот это вот век познания, век религиозного познания, как вот приход Машеаха, приход Избавителя, и, естественно, в эпоху второго храма разрушение уже второго храма уже в Талмуде, и особенно в книге Зоа, это получит более широкое описание, и долгое-долгое двухтысячилетнее знание евреев, естественно, будет развивать в разных видах вот эту концепцию Спасителя. И, в конце концов, она оформится в то, что Спасителей будет два, Машеах будет два, что вначале будет Машеах из дома Йосефа, а второй будет Машеах из дома Давида. Две эпохи, два периода в спасении. Надо вам сказать, что вот эта вот концепция Машеаха, она, конечно, хорошо разработана, и она неоднозначно воспринимается, по крайней мере, в нашей религии. Сложно, во-первых, ответить, мы говорим просто о человеке, вот должен прийти некий человек, который будет называться помазанник, да, и он будет из определенного рода. Или это некое качество времени, или некое качество людей, мы говорим там, эпоха Машеаха, эпоха Спасителя, это что такое? Есть конкретный человек, который так называется этим именем, или состояние общества описывается как состояние Машеаха. Причем какого? Или из дома Юсефа, или из дома Давида. Кто первый, кто второй. Ну, концепция явно, четко и ясно нам излагает, что первый Машеах, опять-таки, повторяю, либо это человек, либо это состояние, будет из дома Юсефа, и будет произведена определенная работа, и второй Машеах, это уже Машеах из дома Давида. Причем тоже очень интересно. Мы говорим так, что Машеах рождается в каждом поколении, но только то поколение, которое заслужит это, он откроется этому поколению. То есть, по существу, Машеах – это результат некой работы, то есть, вот люди работали, работали над собой, пришли к некоему состоянию, и тогда вот появляется Машеах. Или Машеах – это тот, кто доведет работу до конца. Вот тоже очень важный момент. То есть, приходит Машеах, и он начинает совершать эту работу. Есть разные мнения, есть и такое, и такое. Что Машеах – это результат, вот поколение будет достойно по своим качествам, вот и придет Машеах. Или Машеах приходит и доводит работу нужную до конца. Тоже вопрос достаточно открытый. Ну, почему я, собственно, и не заговорил? Да потому что именно в нашей главе рождаются вот эти два человека, Иуда и Иосеф, которые, ну, как бы основоположники этого. То есть, мы говорим о доме Иуды, дом Давида, Давид, он из колена Иуды, и дом Иосефа. Мы, поскольку говорим о двух домах, кто, и эти люди рождаются именно в нашей недельной главе, от двух матерей, названы разными именами. Вот я и хотел разобраться, что же это такое. Вот эти вот в дальнейшем два Машеаха, и они, конечно же, связаны с теми именами, которые вот наши праматери дают своим сыновьям. Итак, имя Иуда. Имя Иуда, это, дано оно было Леи, это четвертый сын Леи, и Лея четко и ясно вот говорит, что вот Иуда, когда рождается, вот, и забеременела еще раз, и родила сына, я читаю Берешит 29 главу, Берешит 29 главу, стих 35, 35, да, по-моему, 35, да, 35. Значит, и забеременела еще раз, имеется в виду Лея, и родила сына, и сказала в этот раз, Оде это Шем, благодарю я милосердного, Алькен, Карашмо, Егуда, и поэтому назвала его имя Егуда. Егуда от слова Оде, Оде, Тода, на еврейском, это спасибо, Оде, это благодарю, благодарность, и от этого слова Оде появляется имя Егуда. Значит, Егуда, это благодарение, тот, кто благодарит. Понятно, смысл этого имени нам понятен. Далее, переходим к именям Юсеф. Юсеф, это чуть попозже будет имя, да, Юсеф, это, по существу, тринадцатый сын, двенадцатый сын, двенадцатый сын, и это первенец Рахели, да, сейчас я вот здесь ищу это имя, причем, это очень важно, что когда рождается Юсеф, тогда, по существу, Яков собирается домой, собирает все, 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 что у него было, но что последний, самый последний сын, двенадцатый, он уже родился в Кнаанской земле, да, значит, вот сын Юсеф, сын Юсеф, это глава тридцатая уже, и вот, что здесь написано, тридцатая глава, двадцать четвертый стих, значит, ватикра эт шмо Юсеф, и назвала имя ему Юсеф, леймор, говоря, Юсеф ашем ли бен ахер, добавит Всевышний, милосердный мне сына другого, то есть, Юсеф от слова леймосиф, добавить, получается, очень интересно, что Рахель называет, собственно, не этого мальчика, вот, не выявляет его какие-то качества, а говорит, что благодаря ему будет добавлено еще, еще будет добавлено, вот, таков смысл имени, леймосиф, это добавить, в дальнейшем мы же знаем историю Юсефа, Юсеф, он прекрасен, он будет продан братьями в рабство, он пойдет в Египет, он в Египте станет вторым человеком в империи, помощником фараона, очень богатым человеком, и благодаря ему действительно будет все время прибавляться благосостояние этого мира, и вся семья придет в Египет, и вот таким образом мы окажемся в Египте. Значит, Иуда это благодарение, Юсеф это прибавление, добавление, значит, благодаря одному Иуда мы можем благодарить, благодаря другому Юсеф у нас будет прибавление. Я думаю, что именно в этих именах кроется суть, суть вот этих двух эпох или двух правителей, я не знаю, как хотите, так и называйте, двух помазанников, благодарение и прибавление. Значит, первый будет как раз из дома Юсефа, и второй будет как раз из дома Давида, то есть Иуда. Великий еврейский мудрец Магараль, который родился в Польше и долго прожил в Праге, и он похоронен в Праге, он так и называется, Магараль из Праги, он жил в шестнадцатом, в шестнадцатом, немножечко захватил семнадцатого века, так вот, он говорил о двух мошьяхах, о мошьяхе из дома Иуда, из дома Юсефа, и как он их характеризует. Он говорит так, что спаситель из дома Юсефа, в его время, когда он придет, тогда мир четко и ясно будет поделен на две части, на материальную и на духовную. Причем лидировать будет духовная часть, то есть материальная часть будет обслуживать духовную. То есть четкое деление мира на духовное и материальное начало, но власть находится в руках у духовного начала. Вот в этом он говорит главная характеристика эпохи Машеха из дома Юсефа. А Машех из дома Иуды произойдет объединение мира. Духовное и материальное объединятся. Ну, это по существу мы возвращаемся в райский сад, Ганедан. Это только в Ганедане, а в райском саду и духовное и материальное имеют одинаковую суть и сущность. То есть материальное поднимается на уровне духовное и духовное одухотворяет материальное. Вот все это вместе это конечное исправление. Значит, первая часть. Спаситель из дома Юсефа. Мы четко и ясно понимаем, что мир двойственен. Материальный мир, в котором мы живем двойственен. Что есть материя и есть дух. Но дух главенствует. Дух главенствует. Ну, давайте разберемся, в какое время мы с вами живем. Понятно, что никто из нас, наверное, не сомневается, что наш мир, он двойственен. Что есть какие-то духовные действия и движения и есть чисто материальные и они естественно связаны друг с другом. Что является доминантой? Ну, вот вы мне и ответите. Что в нашем мире является доминантой? Мне кажется, что все-таки на сегодняшний день доминирует материальное начало. Конечно же, никто не встречает духовного начала, и мы частенько даже это провозглашаем, но на деле, я так думаю, все-таки материальное начало главенствует в нашем мире. Поэтому вопрос, живем ли мы в эпоху Машеха из дома Юсефа, мне сложно ответить, но судя по всему еще нет. Судя по всему, пока что наше материальное начало главенствует над нашим духовным началом. Я говорю в тотальном смысле, не конкретно, конечно, во всякой эпохе были люди, у которых духовное начало было главенствующим, но если говорить о доминанте, о эпохе, то, наверное, наша эпоха все-таки это материальное главенствует, не духовное. так что живем ли мы сегодня в эпоху Машеха из дома Юсефа, скорее всего, что нет. Скорее всего, что мы к этому не подошли. Хотя многие утверждают и говорят, что именно эпоха Машеха из дома Юсефа это как раз построение материальной базы того, что в дальнейшем будет исправлено. то есть возник Израиль Израиль это определенная материальная база для того, чтобы еврейский народ вернулся обратно и возделал эту землю превратил ее в землю Израиля была бы власть на этой земле власть в руках у евреев это тоже важно мы же говорили молхут царство власть или ум народ это близкие понятия и поэтому они утверждают что нынешняя эпоха это эпоха Машеха из дома Юсефа то есть первый уровень начала построения материальной базы возвращения Израиля потому что очень многие люди верят что именно с возвращением Израиля с возвращением на свою родину мы и приближаем эпоху Машеха многие не только евреи это считают и христиане протестанты это считают многие и даже участвуют в этом деле и мы это знаем хорошо можно так считать наверное можно считать что вот сегодняшнее состояние Израиля это вот состояние Машеха из дома Юсефа но если по определению Маорали из Праги что должна быть доминанта все таки духовная то наверное мы к этому еще не пришли но что для меня важно когда Рахель называла своего первенца Юсеф и через него прибавится мне следующий сын ведь она в данную секунду выстроила очень интересные отношения как бы вот своим называнием она придает Юсефу очень важные качества то есть когда в человеке все время существует внутренняя забота о другом что через него придет другому когда Юсеф просит убеждает всех своих близких братьев и отца прийти в Египет ведь он же все время говорит что здесь вам будет хорошо здесь вы не будете голодными здесь вы будете жить в довольстве здесь вам будет замечательно то есть он говорит о них он заботится о них и поэтому наверное основная черта эпохи Машеха из дома Юсефа это все таки забота о ближнем но наверное это и есть на самом деле доминанта духовного ведь когда я забочусь о ближнем то я может быть я ожидаю какой-то награды за это и считаю что вот я что-то делаю и мне вот за это вернется наверное но все равно когда ты стремишься чтобы другому было хорошо да ты по существу реализуешь тот самый главный стих который мы в Таре акцентируем и возлюби ближнего своего как самого себя в чем говорил раби Акива вот это главный стих во всей Таре то есть вот это главная суть Юсефа Юсеф это тот кто делает другому а Иуда Иуда это благодарение это умение сказать спасибо и не просто другому человеку действительно от которого ты ну получаешь может быть явную выгоду получаешь или получишь тебе хорошо ему сказать спасибо а ты говоришь Всевышнему Всевышним тобой не осязаем конечно же ты веришь что все блага благо которые ты получаешь ты получаешь от Всевышнего но это может быть может происходить не явным путем и ты этого можешь не чувствовать но вместе с тем ты его благодаришь вот это наверное высшее проявление духовности человека способность благодарить искренне благодарить действительно внутри испытывать перед другим человеком благодарность или перед Всевышним если ты понимаешь что он источник жизни вот это наверное и есть окончательное исправление то есть когда я понимаю когда я делаю для другого это вот первый этап но когда я понимаю что вот главное это действительно то что вот из меня выходит это благодарность и я искренне ощущаю благодарность за то что имею это видимо очень высокий уровень духовности и что любопытно вот смотрите когда христианство в борьбе с иудаизмом а борьба была и есть потому что если христианство называет себя наследниками иудаизма то иудаизм как бы становится на второе место он как бы отмирает потому что христианство на первом месте и оно теперь уже самое важное и поэтому возникает любопытный парадокс то есть какое главное в христианстве главное отрицательное имя отрицательное это имя иуды имя иуды это имя предателя это имя нарицательное вот в христианском мире ты произносишь иуда и ты должен даже дальше просто не можешь не определять ничего все знают иуда это тот кто совершил самое большое преступление он предал он предал Иисуса и то есть Бога и хуже вообще не бывает то что у евреев самое высокое имя от этого идет в дальнейшем понятие иудей от иуды иудаизм все от иуды у христиан становится нарицательным в смысле в негативном смысле ну видимо тот кто это делал он четко и ясно понимал что именно таким должно быть имя предателя имя иуда ты иуда ты предатель тоже парадоксально да для нас это самое высокое имя так называется наша религия так мы сами себя называем иудеи потому что в этом есть главная суть нашего существования вообще человека благодарить всевышнего благодарить другого и тем самым исправлять этот мир ну вот оно стало вот таким вот отрицательным таким образом сегодня мы поговорили вот о чем мы поговорили о том что в нашей недельной главе наши проматери Леи и Рахель дают имена своим детям мы сделали акцент на двух главных именах имя четвертого сына Леи иуда и имя первенца Рахели иосеф иуда от слова легодот благодарить иосеф от слова легосиф добавить и тот и другой становятся родоначальниками дома машеха дома спасителя дома помазанника первый уровень это машех из дома иосефа это когда мир четко и ясно делится на две части материальные и духовные но доминанта в духовном и вторая часть когда и духовные и материальные объединяются в единое целое и становится одним целым но это уже полное исправление возвращение в Ганеден в райский сад вот об этом я сегодня с вами поговорил пользуясь тем что как раз вот эти вот два наших праотца именно рождаются в нашей недельной главе в АЮЦ и получают своими имена а сейчас я прочитаю может быть какие-то вопросы есть кто-то может быть что-то спрашивает и если я смогу я вам отвечу так пока вопросов никаким нет отлично нет вопросов это ну да два Машиеха должны соединиться в нашем поколении о если это произойдет будет хорошо хотя вы знаете Вилинский Гаун говорил очень-очень-очень я жажду говорит прихода Машиеха но не хочу жить в его время потому что есть такое понятие страдания в эпоху Машиеха говорят что именно вот страдания будут предшествовать этой эпохе и страдания нелегкие ну если может быть вы считаете что уже эти страдания прошли например вот и говорят что Холокост это то самое страдание которым претерпел еврейский народ и вот после него как раз вот создание государства Израиля и вот начинается эпоха как раз Машиеха да ну вот значит нет нет вопросов нет если вопросов нет видимо все понятно я всем вам желаю хорошей субботы шаббат шалом ну и мы ждем наступления праздника сегодня у нас седьмой день месяца кислев 25 кислева у нас начинается ханука ну до этого даст Бог мы еще встретимся всего хорошего шаббат шалом хану хану